Москва, 2016 год. Музей Анатолия Зверева вышагнул за свои пределы. Выставка-предвидение прошла в Электротеатре Станиславске и стала стартом для арт-экспедиции советских художников-нонконформистов в Киномир. Маршрут Полины Лобачевской, арт-директор Музея АС, проложила сквозь картины Андрея Тарковского. Свела в одном пространстве фильм «Статкер», как предвиденные последствия Чернобыльской катастрофы, и панический реализм художника Петра Беленка, который еще в 70-е описал те события. Страсти по Андрею разгорались, и через год в новом пространстве Театра нации состоялся прорыв в прошлое. Тарковский и Плавинский очутились в одной зоне, в одном подвале, в новом андеграунде. Мне кажется, что любой человек, кто сюда попадет, он этим гипнозом, гением, будет поражен на смерти. И это навсегда в нем останется. Поэтому думаю, что всегда будут ходить абсолютно разные люди. Но я покорел этой выставкой и как явлением, как концепцией и как музыкой. Связаны воедино оказались Андрей Рублев-Тарковского, полотна и афорта Дмитрия Плавинского и редкие фото и видеодокументы эпохи. Люди, которые это делали, обладают вкусами, чувствами, формами и пространством. В общем, здорово. Гениальный режиссер и конгениальный художник никогда не были знакомы, хотя жили в одно время и думали об одном времени. Встретились только сейчас, на этой выставке. Это просто какая-то другая встреча с этим фильмом, другим образом, образом мультимедиа, образом современного искусства 21 века. Когда этот проект пригласили во Флоренцию, выставиться в фонде Франко Дзефирелли, стало ясно, Андрей Рублев не может просто выйти из московского подвала и шагнуть в палаце Сент-Ференцо. И солнечной Италии, и 19-метровым сводам нужен другой размах, космический. Так родился новый полет на Солярис. В далекое путешествие вместе с Андреем Тарковским отправились артефакты нашего времени, работы художников советского Ренессанса. Техническая выставка сделана безупречно. Представляете, в первый раз весь технический персонал приехал в октябре. Они сняли мерки и вернулись в мае, за 15 дней до открытия. С выставкой, абсолютно готовой к монтажу, в которой было все измерено вплоть до последнего миллиметра. Не было ни одной детали, ни одной конструкции, которая бы не совпадала с теми измерениями, которые были сделаны изначально. Такой результат просто потрясает воображение. После выставка сменила траекторию и поехала в Милан, в Королевский дворец Монце. Свободный полет музея АС продолжится в западном крыле Новой Третьяковки. Субтитры создавал DimaTorzok